Пока тверские школьники отдыхают на каникулах, в самих учебных заведениях идет активная подготовка к возобновлению занятий. Состоится ли оно в запланированный срок 1 апреля или будет перенесено из-за угрозы распространения коронавируса, остается загадкой. Тем не менее, в стенах школ кипит работа. Классы и коридоры тщательно моют и дезинфицируют. Не знают отдыха учителя, а преподаватели осваивают необходимое оборудование, программное обеспечение для осуществления дистанционного образовательного процесса. В фойе средней школы номер 3, что на улице Новая Заря, тихо и спокойно. У входа скучает вахтерша, изредка по коридору пробегает незнающий отдых, а даже в каникулярное время преподаватель. Впрочем, если учебный процесс и остановился, то наведение порядка в образовательном учреждении никто не отменял. Пока ученики отдыхают, технические сотрудники трудятся. С использованием специального раствора они протирают ручки дверей, зеркала и стекла, перила лестниц. На сегодняшний период дезинфекция происходит дезинфицирующими средствами вирурологического характера. В период, когда у нас был образовательный процесс, у нас была плановая дезинфекция. Она проходила раз в три часа. Было проветривание помещений. Тщательной дезинфекцией подвергаются и учебные классы. Здесь особое внимание к партам – месту, где ребята проводят большую часть школьного времени. Кроме того, в связи с новостями о распространении опасного коронавируса, на входе в школу установлен дозатор с дезинфицирующим средством. Состояние учеников планируется мониторить каждый день. Обязательно мыть урок у детей, предупреждали их. Ну и говорили о том, что меньше находиться в более таких массовых мероприятиях. Массовые мероприятия в школе, в принципе, были закрыты. Готовятся к возобновлению учебного периода и в 34-й школе. Здесь также все помещения и поверхности, к которым дети прикасаются наиболее часто, подвергаются санитарной обработке. Тем временем для учителей образовательный процесс не прекратился. Педагоги осваивают программное обеспечение и настраивают оборудование, которое будет использоваться в случае, если школа перейдет на дистанционное образование. Как рассказывает директор учебного заведения Вера Панкова, на обучение ребят возможный карантин существенно повлиять не должен. Была выбрана платформа «Дневник.ру». Почему? Потому что у нас электронный журнал находится на этой платформе, и все учителя, родители и дети школы имеют доступ к этому ресурсу. Мы выбрали российскую электронную школу, изучили какие там есть возможности, и поэтому было принято такое решение. Напомним, окончание школьных каникул в нашей стране намечено на 1 апреля. Однако из-за угрозы распространения коронавируса отдых российским школьникам могут продлить. Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов говорил о том, что каникулярный период будет продлен до 12 апреля.